Всем привет друзья, с вами Realize. Неслыханно и негаданно к нашим воротам замка приехал осел с распродажей. Заранее хочу сказать, что это самый лучший осел за всю историю Хасл Касл. Просто идеальный, ну как по мне, то есть если сравнивать его с предыдущими ослами. Сейчас мы сделаем кратенький, быстренький обзор на все, что здесь есть. Я посоветую, что стоит брать, а что не стоит брать. И в конце видеоролика я планирую купить примерно 5 сундуков с артефактами и посмотрим, какой шанс выпадения. Возможно, даже что-то нам выпадет. Итак, начнем. Приехал он к нам на 4 дня. Самая основная, конечно, здесь награда это сундук с артефактами. На 10 ТЗ он стоит 1450 без скидки, но сегодня здесь скидка и он стоит 1100. Это просто отлично. Что он содержит? 100% от 1 до 2 эпиков, от 2 до 3 редких предметов. И вот можно как раз-таки найти легендарный предмет. Если у вас уже имеется такой артефакт, то он помещается галочкой и вытащить его второй раз, конечно же, не получится. Но на каждом уровне Тронного Зала можно вытащить еще одну копию такого же артефакта. Только, конечно же, он будет по уровню ниже. Цепная молния у меня уже есть, поэтому я могу вытащить либо Яйцо Дракона, либо Неторопливого Мо. Конечно, я хочу вытащить Улитку. Она здесь, наверное, стоит на втором месте после Цепной Молнии. Но также я буду рад Яйцу Дракона, потому что у меня есть один свободный слот. И, конечно же, я вставлю этот артефакт хотя бы на время. Изучив полностью весь магазин, у меня такое ощущение, что разработчики действительно чувствуют свой косяк и решили загладить вину. Потому что их давно, очень давно просили принесите на масла к воротам, чтобы у него продавались вот эти вот артефакты хотя бы в сундуках. Наконец-то они нас услышали. Итак, давайте переходим ко вкладке Алмазы и премиум. Все, что касается покупки алмазов за реальные деньги со скидкой якобы в 20%, я вам не советую, потому что это дорого. Если вы лютый донатор и вы хотели что-то там купить себе, то можете покупать. Если вы обычный смертный, то, конечно же, нет, не надо. А вот за 2 миллиона золота купить себе 100 алмазов, это, конечно, нам нужно. Поэтому мы приобретаем. К сожалению, такой товар можно купить только один раз. Вот сверху написано «Осталось один». И то же самое мы делаем с покупкой за дерево. За 1 300 000 покупаем себе еще 100 алмазов. Усиление героя, я думаю, здесь не стоит даже ничего комментировать. Все это дорого, пропускаем. Питомцев мы тоже пропускаем, потому что для тех, кто не в курсе, что делают питомцы. Они просто бегают по замку, толка от них никакого нет. С ними нельзя никак взаимодействовать. То есть обычная безделушка за 530 рублей. Если вы хотите, то покупайте. Но я вам советую, конечно, воздержаться. Снаряжение. Все, что за алмазом мы пропускаем, легендарное оружие за 100 миллионов золота. Не знаю, друзья, как вы, но я лично не стал бы никогда его покупать, потому что легендарное оружие, вряд ли оно будет какое-то хорошее, потому что в основном нормальное оружие либо с арены, либо за ним очень долго нужно гнаться, постоянно создавать. Все это, на самом деле, непросто. И 10 миллионов золота лучше всего потратить на прокачку самоцветов. А вот легендарную броню за 6,5 миллионов дерева, конечно же, стоит приобрести. Сейчас у меня на нее не хватает, потому что я только что купил себе алмазы. Но у меня есть еще 4 дня, так что я в любом случае заберу эту броню. Неважно, какая она будет, сломая на пыль, все равно выгодно. Дерево девать некуда. Вот за это вам, разработчики, огромный респект. Я думаю, подписчики со мной согласятся. Пыли самоцвета. Все, что за алмазы, мы, конечно же, пропускаем. Серый самоцвет за 250 тысяч золота нет. Я вам не советую. За алмазы тоже все пропускаем. И зеленая пыль за полмиллиона золота, конечно, она того не стоит. Полезная вкладочка. Знаки доблести. Знаки доблести. Сундуки с едой. Все это за алмазы, наверное, покупать не стоит. Ну, возможно, в каких-то ситуациях вы можете приобрести себе 550 тысяч, например, яблок, если вы ходите куда-то в подземелье. Но я лично этого делать не буду, потому что у меня достаточно еды. Сундук с едой за полтора миллиона золота. Можно, конечно, купить, но он слишком мало содержит яблок. Здесь все по ситуации, друзья. Если вам золото девать некуда, то можете себе купить. Я от этой покупки воздержусь, потому что я лучше потрачу на прокачку самоцветов. Если бы здесь было 600 тысяч яблок за полтора миллиона, то я бы купил. Осколки за алмазы мы пропускаем. Зеленый осколок в количестве 5 штук за 1 миллион золота. Это просто бешеная цена. Нет, ни в коем случае не брать. И серый осколок в количестве 10 штук за 200 тысяч золота. Другими словами, это один зеленый осколок за 200 тысяч золота. Это очень дорого. У меня обращение к разработчикам. У меня есть много зеленых осколков. Я вам предлагаю их у меня скупить по 150 тысяч золота. А здесь будете продавать их по 200. И вы будете в плюсе. Поэтому, если что, обращайтесь. Я вам продам много зеленых осколков по 150 тысяч. Итак, закончили мы обзор магазина. И как я вам обещал, я хотел купить 5 сундуков с артефактами. На все это мне понадобится 5500 алмазов. У меня на данный момент 5385. Сейчас я поставлю на паузу, посмотрю рекламу, схожу в портал и попробую добить недостающие алмазы. Хотя бы, чтобы хватило на 4 сундука. Итак, друзья, добил я до 5400 алмазов. Не хватает мне 99 алмазов. Просто взять я их сейчас нигде не могу. Так что нам хватает на покупку только 4 сундуков. Но, тем не менее, купим хотя бы 4. Что, друзья, запись идет. Поехали. Посмотрим, что нам выпадет. Открываем первый сундук. Выпала нам легендарная броня. Кстати, неплохая. Если вы фармите бухту самоцветов. Потому что здесь есть шанс восстановить себе определенное количество здоровья. Но мне она, конечно, не нужна. Ну что ж, открываем следующий сундук. В принципе, у нас еще есть 3 попытки. Во втором сундуке у нас тоже нет ничего интересного. Третий сундук. Еще печальней. Ну что, друзья, последний сундук. Барабанная дробь. Та-дам! Да, выпал нам, короче, легендарный скипетр. Который нам, как обычно, не нужен. Раз некоторое время наносит врагу. Бла-бла-бла. Понятно. Только что на ваших глазах был короткий гайд. Как просрать 4400 алмазов за 30 секунд обращайтесь. Что хочется сказать по итогу этого магазина. В принципе, несмотря на то, что я ничего не вытащил. Магазин хороший. То есть, вас никто не обязывает покупать вот это все за алмазы. Вы можете потратить свое золото. Потратить дрова. Достать какие-то легендарные вещи. Но что касаемо шанса. Что вы сами прекрасно видели. С 4 сундуков мне не выпало ничего. Через пару дней я добью себе 100 алмазов. И куплю себе последний сундук. Может быть, в нем что-то выпадет. Если выпадет, обязательно вам об этом сообщу. Если у вас осталось последние кровные 1000, либо 2000 алмазов. То я вам не советую сливать их на сундуки с артефактами. Шанс, как вы видите, довольно-таки печальный. Возможно, мне просто не повезло. И вы достанете с первого раза. Но вот мой совет. Лучше не тратьте на это алмазы. На этом я буду заканчивать свой видеоролик. Увидимся с вами завтра. Всем, друзья, удачи. Всем пока.